Приветствую вас, церковь. Звучите вы не совсем празднично. Я хочу напомнить, мы празднуем сегодня День Пятидесятницы. Или Троицу. Мы много говорим об этом. А мне интересно, все ли из вас понимают, что это за праздник? Поднимите руки, кто не понимает. Есть некоторые, кто не понимает. Мы сейчас поговорим об этом, но прежде чем мы поговорим об этом, мне хотелось поздравить каждого из вас. Потому что неважно, понимаете мы, понимаем мы или не понимаем. Но это один из ключевых праздников для христиан. Если бы не состоялось то событие, крещение Духом Святым, сошедствие Духа Святого на землю, в День Пятидесятницы в Иерусалиме, мы бы с вами здесь сегодня не сидели. Мы не были знакомы бы с Иисусом Христом. Мы бы не были спасены. И Божьи планы бы не осуществились. Поэтому я поздравляю каждого из вас с тем, что когда-то Дух Святой сошел на людей, Божьих людей, на учеников. Я поздравляю вас с тем, что тогда была рождена Церковь. Вы знаете, в жизни каждого человека есть день рождения, который мы с вами празднуем. Но я думаю, что в жизни христианина должно быть три дня рождения. Первый день рождения — это когда мы с вами празднуем наш физический день рождения. Второй день рождения — это, как вы думаете, что? Рождение свыше. Вы знаете, недостаточно быть рожденным от женщины. Очень важно быть живым для Бога. Живым для Бога мы с вами, живыми для Бога мы с вами становимся, когда рождаемся свыше. Мы рождаемся свыше, когда мы принимаем Иисуса Христа как Господа и Спасителя, и Дух Святой поселяется в нашем сердце. Вот тогда мы с вами рождаемся свыше. Я знаю, что все сидящие здесь, ну, почти все, рождены свыше. Но есть еще один день рождения, который мы с вами должны праздновать, если считаем себя частью церкви. Потому что на день Пятидесятницы в Иерусалиме родилась церковь. И если ты являешься частью церкви, то, конечно, день Пятидесятницы, троица, должен быть для тебя особенным днем в том числе, потому что в этот день родилась церковь. Ты являешься частью церкви, значит, в этот день ты родился. А давайте сегодня попробуем разобраться, почему это событие так важно. И почему его еще и называют праздником Троицы. Этот праздник я бы начал с Деяния Апостола, с первой главы, с четвертого стиха. Я вам расскажу краткую предысторию. Иисус Христос воскрес, встретился с учениками, и на протяжении определенного времени он имел с ними общение. Но это время подходит к концу. И в четвертом стихе он говорит, что он собрал учеников и дает им определенное повеление. Он говорит им, не отлучайтесь из Иерусалима. Это важно. Я повелеваю вам находиться в Иерусалиме по причине того, что вы должны дождаться обещанного от Отца. И я вам уже об этом говорил. И это очень важно, чтобы вы дождались этого. Поэтому неважно, какие у вас есть планы. Неважно, что вы думаете. Неважно, как вы учите. Важно, чтобы вы находились в Иерусалиме. Потому что моя работа над вами еще не закончилась. Вы должны получить обещанное от Отца. Знаете, когда я читаю четвертый стих, у меня возникает вопрос. И я думаю, что этот вопрос должен возникать в голове каждого из нас. В чем заключается Божий план для человека? Для чего мы с вами живем? Иногда я спрашиваю человека об этом. И он мне отвечает для того, чтобы получить спасение. Как вы думаете, ученики Иисуса Христа спасение получили? Они получили спасение? Они были искуплены кровью Иисуса Христа. Они стали частью Семьи Божьей. И в 28-й главе Евангелия от Матфея Иисус Христос им сказал, что Он будет с ними до скончания века. И при этом они должны идти и учить другие народы. А здесь, в 4-м стихе, Он говорит им, не уходите из Иерусалима. Им чего-то не хватает. И в 8-м стихе Он объясняет, чего им не хватает. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями. Свидетелями где? В Иерусалиме, во всей Иудее, Иудее, Самарии и даже до края земли. Они должны ждать для того, чтобы получить силу и у Бога есть для них какие-то определенные планы. И сам День Пятидесятницы согласно Библии описывается во 2-й главе Книги Деяния в 1-м стихе. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе. И дальше во 2-м и 3-м и 4-м стихах описывается это событие, которое в этот момент произошло. Знаете, вот этот акцент на указании того, что это событие произошло в День Пятидесятницы имеет определенный смысл. Бог, которому мы служим, является рациональным Богом. И если Он что-то творит, Он творит это с определенной целью. Если Он сотворил насекомых, значит, для определенной цели их сотворил. Меня сын спрашивает, почему Бог сотворил паука? Есть у паука свое место в Божьем плане. в Божьем плане есть место для деревьев. В Божьем плане есть место для всего, что мы видим с вами вокруг нас. Если мы отнимаем что-то оттуда, это значит, план его уже не до конца исполняется. Почему я говорю об этом? Я хочу подчеркнуть, что Он рационален. И если Он что-то делает, Он делает с определенной целью. Почему сошествие Духа Святого произошло в День Пятидесятницы? Давайте попробуем разобраться в этом. Итак, что такое День Пятидесятницы? На самом деле День Пятидесятницы это еврейский праздник. Евреи празднуют его и сегодня. Я думаю, будут праздновать его до скончания века, пока Второе Пришествие не случится. У нас этот праздник называют Троицей. Что же произошло или почему этот день называется Днем Пятидесятницы? Потому что День Пятидесятницы это Пятидесятый день от Пасхи. И мы уже видим, что здесь есть некая связь между Пасхой и Днем Пятидесятницы. почему-то Бог выделил этот день и повелел евреям, отчитав Пятидесятый день от Пасхи, праздновать определенный праздник в этот день. В Израиле было или есть три праздника, которые Бог повелел праздновать израильскому народу. Самый важный праздник это день Пасхи, Писах по-еврейски. Следующий праздник это день Кущи, праздник Кущи. Суккот по-еврейски и третий из этих трех праздников, которые Бог повелел евреям праздновать, собираясь в Иерусалиме, это день Пятидесятницы. Его еще называют Днем Седмиц. Шавуот по-еврейски. То есть евреи должны были отчитать семь недель. и по искончании седьмой недели праздновать определенный праздник. В день Пятидесятницы евреи праздновали начало урожая. У них был ранний урожай, у них был поздний урожай. В день Пятидесятницы они праздновали начало сбора урожая. Но какая связь между Пятидесятницей и Пасхой? Почему Бог повелел эти три праздника выделить и почему они важны? Каждый из нас знает, что в день Пасхи евреи получили свободу. в день Пасхи евреи получили освобождение от рабства. В день Песах ангел-губитель прошел мимо них и их первенцы не погибли. В день Песах они вышли из Египта. Но они вышли из Египта не просто чтобы выйти оттуда. у них была определенная цель и было место куда они должны были прийти. Но для того чтобы дойти до этого места должно было состояться еще одно событие которое состоялось в день когда Моисей встретился с Богом на горе Синае. он получил от Бога две скрижали на которых были записаны десять заповедей. В день Песах евреи получили свободу. В день Суккот они получили или в день когда Моисей получил две скрижали они получили моральный закон. заповеди они получили заповеди без которых они никогда не вошли в обетованную землю. А в день Пятидесятницы они праздновали начало сбора урожая в месте в которое привел их Господь как исполнение и завершение обетования Божьего для них. Но эти три праздника это всего лишь прообраз и Бог повелел им праздновать эти праздники для определенной цели для того чтобы запечатлеть в памяти народа что-то для того чтобы научить их чему-то и для того чтобы открыть им свои дальнейшие планы эти три праздника это всего лишь прообраз через которые Бог учил еврейский народ что однажды они будут искуплены от греха через совершенную жертву что однажды Бог поселится в их сердце об этом записано в езекииле он заключит с ними новый завет для того чтобы они пришли в землю которую Бог приготовил для них там на небесах в день пятидесятницы когда произошло крещение Святым Духом вы знаете евреи еще празднуют день сошествия Торы так они говорят они верят что именно в день пятидесятницы Бог подарил израильскому народу закон и смотрите теперь какая связь между тем что мы с вами видим в Библии и между днем пятидесятницы для того чтобы евреи могли прийти в землю обетованную кто-то должен был быть или стать их искуплением им нужно было пройти через что-то чтобы прийти в землю обетованную чтобы дойти до земли обетованной им нужно было заключить завет с Богом потому что без его помощи без его водительства они не смогли прийти в ту землю которую приготовил для них Бог и день пятидесятницы это тот день когда по еврейскому пониманию Бог заключил с израильским народом завет и сделал их своим народом и именно поэтому они имеют возможность теперь праздновать начало сбора урожая в земле которую Бог обещал им а теперь давайте это перенесем к нам Иисус Христос был распят на кресте совершенная жертва который искупил нас от греха и мы поверив в это получаем искупление от греха но для того чтобы каждый из нас смог дойти до земли обетованной ему нужен новый завет с Богом ему нужно чтобы Бог поселился в его сердце ему нужно чтобы Бог начал вести его и в день пятидесятницы произошло то что сам Бог спустился на землю в образе Духа Святого для того чтобы создать церковь для того чтобы заключить завет с человеком новый завет и для того чтобы повести искупленных к земле которую он обетовал вот почему это произошло в день пятидесятницы давайте мы с вами вернемся к четвертому стиху Иоанна Апостола в первая глава здесь говорится и собрав их учеников он повелел не отлучайтесь из Иерусалима но ждите обещанного от Отца я хочу подчеркнуть несколько очень важных на мой взгляд мыслей не не отлучайтесь из Иерусалима но ждите обещанного от Отца здесь в этом месте Священного Писания не говорится о том что план Божьего спасения для человека еще не завершен здесь в этом месте Священного Писания говорится о чем-то другом здесь говорится о том что с момента когда мы с вами становимся детьми Божьими мы перестаем принадлежать себе мы становимся частью церкви принадлежностью Бога и теперь мы должны понимать что у Него есть определенные намерения и замыслы для нас которые мы должны осуществить но которые мы не сможем осуществить если не придет обещанное от Отца и когда ты являясь христианином успокаиваешь себя тем что ну вот я поверил в Иисуса Христа я хожу в церковь Библию читаю по утрам 20 минут в день молюсь стараюсь меньше общаться с неверующими людьми чтобы не оскверниться от них и планирую так жить дальше если ты так думаешь ты глубоко заблуждаешься значит у тебя нет никаких отношений с Богом и ты не понимаешь того чего Он от тебя ожидает он начал свою работу над тобой с того что искупил тебя от греха но у него есть планы для тебя которые ты сможешь достичь только тогда когда примешь силу и очень хорошо было подчеркнуто в первой проповеди мы с вами принимаем силу не просто силу знаете как люди фитнес-клуб ходят и там силу приобретают мы получаем присутствие Духа Святого мы знакомимся с самим Богом который поселяется в нашем сердце который находится возле нас и который ведет нас к своей цели и какая цель он хочет чтобы мы стали свидетелями свидетелями для тех кто вокруг нас знаете здесь очень интересно подчеркивается вы будете мне свидетелями где в Иерусалиме сначала в том городе где вы живете потом в Самарии в окрестностях этого города и даже до края земли у Бога есть планы для церкви и если ты являешься церковью ты должен знать что у Бога есть планы для тебя и ты сможешь достичь этих планов если ты позволишь Духу Святому войти в твою жизнь если ты получишь силу от Бога для того чтобы быть Его свидетелем твое христианство живое заключается в том чтобы ты свидетельство о Боге и чтобы через тебя люди приходили к Иисусу Христу и живая церковь та церковь в которой каются люди это та церковь в которой есть движение это та церковь в которой разрушаются дела дьявола это та церковь в которой разрушаются проклятия и все это происходит через движение Духа Святого, который однажды сошел на землю в день Пятидесятницы. Именно в день Пятидесятницы, чтобы подчеркнуть, что только с Его помощью мы сможем дойти до той земли, которую Бог обетовал нам, чтобы там пожинать новый урожай. Ты никогда не состоишься, и я не состоюсь в глазах Божьих. Если мы с вами ограничим служение Богу, только служением Себе. Это не есть план, который Бог имеет для тебя. И прежде чем продолжить, я хотел бы объяснить, почему день Пятидесятницы еще называют Днем Троицы. Здесь очень четко прослеживается Три Единства Божьи. Смотрите, Бог Отец послал Сына Своего для того, чтобы искупить нас от греха. И когда мы были искуплены от греха, и Иисус вознесся на небеса, Дух Святой Утешитель, как Его называет Иисус Христос, пришел вместо Него для того, чтобы создать Церковь, и для того, чтобы нас с вами привезти в землю, которую Бог приготовил для нас. Вот поэтому мы празднуем этот день как День Троицы и День Пятидесятницы. Теперь у меня к вам следующий вопрос. Как мы с вами понимаем истинное христианство? Апостол Павел понимал истинное христианство следующим образом. Он говорил следующее в 12 главе послания Коринфянам. В 4 стихе. Он говорил, дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же, производящий все во всех. Если ты хочешь быть живым христианином, недостаточно иметь знания об Иисусе Христе. Недостаточно иметь понимание Библии. Недостаточно вести порядочный образ жизни. Если ты хочешь быть живым христианином, через которого действует Бог, и через которого разрушаются дела дьявола, и через которого расширяется Царство Божие, ты должен познакомиться с Духом Святым. Ты должен познакомиться с Духом Святым. Ты должен впустить Его в свою жизнь. И ты должен позволить Ему начать управлять твоей жизнью. И если ты сделаешь это, Библия говорит, Он начнет проявляться в твоей жизни. Через что? Через те дары, которыми Он будет наделять тебя. Но каждому, в седьмом стихе говорится, дается проявление Духа на пользу. На чью пользу? На пользу того, кто рядом с тобой. На пользу того, кто еще не знает Иисуса Христа. И вот как Дух Святой проявляется в жизни тех, кто дает Ему возможность работать через Него. Иному вера тем же Духом. Иному дары исцелений. Тем же Духом. Иному чудотворение. Иному пророчество. Иному развлечения Духов. Иному разные языки. Иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух. И если мы с вами хотим быть настоящими христианами, мы должны познакомиться с Духом Святым. Если в твоей жизни не проявляется действие Духа Святого, может быть, ты не знаком с Ним. Может, ты Его еще не впустил в свою жизнь. Может быть, ты живешь для себя еще. Знаете, очень многие христиане любят повторять хорошее обетование. Евангелие от Матфея, 28 глава. Все я с вами во все дни до скончания века. И мы любим говорить о том, что Бог с нами во все дни до скончания века. Но знаешь, до какого момента Бог будет с тобой? Пока ты будешь работать над тем, чтобы другие народы узнали об Иисусе Христе. пока ты будешь оставаться в плане Божьем, пока ты будешь позволять Ему использовать тебя, пока ты будешь позволять Духу Святому работать через тебя, вот тогда Он будет продолжать оставаться с тобой. Во все дни Царство Божие для того, чтобы разрушались дела дьявольские, для того, чтобы разрушались проклятия, для того, чтобы вы поднимались тех, кто находится в плену дьявольских. Все это произойдет только в том случае, если мы с вами позволим Духу Святому использовать нас для своих целей, чтобы мы могли это сделать, мы должны принять силу. И вот тогда начнется настоящее служение. Я приглашаю вас подняться на наши ноги. И давайте мы сейчас поговорим с Богом. Я не знаю, на каком уровне находятся ваши отношения с Богом, но я верю, что каждый из нас ценен в глазах Божьих. Я верю, что ты в этой церкви находишься не случайно. Я верю, что в плане спасения человечества ты занимаешь свое место. И если ты себя еще не реализовал, это значит, у тебя еще нет близкой связи со Святым Духом. Это значит, ты еще не позволяешь Ему дать тебе силу для того, чтобы ты стал свидетелем Бога. для того, чтобы ты научил других об Иисусе Христе. И сейчас то самое время, когда ты можешь обратиться к Богу, обратиться к Духу Святому, потому что Он Бог, и Он Личность, и пригласить Его в свое сердце, в свою жизнь, в свое служение, сделать это с верой. И если ты сделаешь это с верой, день Пятидесятницы произойдет в твоей жизни. И ты станешь тем, на кого сойдет сила, и через кого Бог будет реализовывать свои планы, чье христианство будет живым, чьи отношения с Богом будут близкими. Я повторюсь, христианство это не только знание о Боге. Христианство это значит стать частью плана Божьего для тебя. Давайте мы с вами обратимся к Богу. Отец, я благодарю тебя за этот праздник. Я благодарю тебя за праздник День Пятидесятницы. Я благодарю тебя за то, что в этот день ты учишь нас чему-то. И ты говоришь нам о том, что когда-то две тысячи лет назад Дух Святой сошел на эту землю для того, чтобы каждый из нас мог приобрести силу. И Дух Святой сошел для каждого человека отдельно. Каждый из нас может иметь личные и близкие отношения с тобой. Дух Святой, я благодарю тебя за то, что ты напоминаешь нам об этом на этом служении сегодняшнем. Я прошу тебя, Господь, за тех людей, которые есть в этой церкви. Если кто-то из нас не знаком еще с Духом Святым, если кто-то из нас не впустил его в свое сердце, если через кого-то из нас Дух Святой не проявляется, сегодня самое время молиться о том, чтобы ты, Дух Святой, совершил свое схождение на этих людей во имя Иисуса Христа. Потому что для каждого из присутствующих у тебя есть свои планы. И каждого из нас ты видишь как часть плана спасения человека. Через каждого из нас ты хочешь свидетельствовать о себе. Через каждого из нас ты хочешь спасать других людей. Через каждого из нас ты хочешь разрушать дьявольские дела. И ты хочешь приводить людей к себе. Ты хочешь спасать и поднимать. Ты хочешь исцелять и восстанавливать. И я верю, что у каждого из нас есть этот потенциал. И я прошу тебя, Отец, сегодня, пожалуйста, касайся наших сердец. Касайся сердец тех, кто есть на этом месте. Касайся того сердца, которое сегодня еще далеко от тебя, но имеет знание о тебе. Я прошу тебя, Господь, я прошу тебя во имя Иисуса, пусть твоя сила сходит на них, пусть твоя сила наполняет прямо сейчас эти сердца. Я прошу тебя об этом во имя Иисуса, Отец, потому что я знаю, что не будет наше христианство полноценным, без силы, которую ты даешь нам через Духа Святого. Я прошу тебя, Отец, за всех присутствующих в этом зале. Я прошу тебя за себя, Отец. Во имя Иисуса, пожалуйста, пусть день Пятидесятницы будет для каждого из нас напоминанием, и пусть в нашей жизни этот день Пятидесятницы не заканчивается, и пусть присутствие Духа Святого наполняет нас постоянно на всем пути в нашем жизненном. Я прошу тебя, и пусть через нас Дух Святой проявляется, и пусть через нас Дух Святой касается других людей, и пусть через нас Дух Святой спасает других людей, пусть через нас Дух Святой исцеляет, Пусть через нас Дух Святой восстанавливает, пусть через нас Дух Святой совершает свою работу, как ему угодно, во имя Иисуса Христа, пусть не останется равнодушным ни одно сердце в этой церкви, пусть каждый из нас ревнует о дарах духовных, ревнует о силе Духа, ревнует об отношениях с Духом Святым, ревнует о присутствии Духа Святого в его жизни, пусть каждый из нас ревнует о том, чтобы Бог проявлялся в его жизни во имя Иисуса, пусть каждый из нас ревнует о живом христианстве, я прошу тебя, Отец, пусть наше христианство не будет христианством знания, но христианством действия, прошу тебя об этом во имя Иисуса и благодарю тебя за Духа Святого, потому что тот, кто жаждет, тот приходит к тебе и он получает, я прошу тебя, пусть все эти сердца здесь будут жаждущими сердцами и пусть они получают от тебя, пусть получают силу и помазание на служение и пусть через них совершаются твои дела, я благодарю тебя за это присутствие твое на служении сегодняшнем, за слово твое, за то, что ты действуешь в нашей жизни, за то, что ты искупил нас, за то, что мы часть твоего плана, помоги не подвести тебя, помоги быть верными тебе, помоги исполнить то, что ты предназначил нам исполнить, Пусть через нас совершается Твоя работа и помоги однажды пожать этот новый урожай, который Ты приготовил для нас там в земле обетованной, в которой мы все вместе идем. Отец, мы посвящаем себя Тебе, мы доверяем себя Тебе, мы любим Тебя и мы просим Тебя, живи в нас, действуй через нас и пусть Твое имя в нашей жизни прославляется. Мы молимся во имя Иисуса, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.